Чистовая отделка третьего этажа уже на финишной прямой. Кабинеты покрасили, двери установили, расстелили линолеум. Сейчас эти же работы активно ведутся на втором этаже. О ходе работ в здании 11-й школы на Павлика Морозова глава города рассказал на своей странице в соцсети. Подрядчик ООО «Мастер кровли» из Чебоксар начал подготовку первого этажа к чистовой отделке. В спортзале также заканчивают отделочные работы, а в пищеблоке завершили укладку плитки. Капитальный ремонт школы номер 11 на улице Павлика Морозова начался в прошлом году. Работы шли параллельно с учебным процессом. Однако уже к зимним каникулам стало известно, что со следующего семестра учеников распределят по другим школам города. Ситуацию назвали вынужденной, так как, когда планировали ремонт, рассчитывали, что к его началу завершат строительство школы на Зорге. Однако к 1 сентября объект так и не сдали. Напомним, сейчас ситуация на объекте школы на Зорге непростая, а подрядчик не укладывается в сроки. Успеют ли закончить капремонт 11 школы на Павлика Морозова в срок или в Сарове появится еще один долгострой? Такими вопросами задавались многие горожане в соцсети, поскольку по договору срок завершения работ 1 июля. Однако, как нам сообщили в администрации, срок сдачи объекта перенесли из-за необходимости внести изменения в проектно-сметную документацию. Новый срок завершения капремонта 11 школы – август. У подрядчика были сложности с выносом водопровода в районе будущего школьного стадиона, но он уже ее решил. И, по его словам, стадион будет готов в течение месяца. Все необходимые материалы для работы уже закуплены, сообщил глава города. Также перед рабочими стоит задача привести территорию в порядок, уложить новый асфальт и доделать крыльца. Мы продолжим следить за развитием ситуации. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.